Ну, естественно, к юбкам и шортам мы берем какие-то топы. Топы тут уже даже не знаю, сколько вам штук посоветовать, ну, 3-4, наверное, точно. Это вот учитывая, что мы отдыхаем с вами 10-15 дней. Чтобы можно было несколько раз надеть, но при этом, чтобы не появилась необходимость что-то застирать, чтобы что-то было на смену, лучше взять побольше и пускай они у вас останутся ненадетыми, чем вы поставите себя в ситуацию, когда нужно на отдыхе заниматься стиркой, искать утюг, гладить и так далее, тому подобное. То есть я считаю, что здесь лучше немножко, не знаю, даже не то, чтобы переборщить, а просто продумать наперед, скажем так, в возможной ситуации. Вот, ну и выбирайте на свой вкус тоже что-то тонкое. Возьмите одну какую-нибудь однотонную, например, белую трикотажную футболку, которая много к чему подойдет, и несколько ярких, сочных, разноцветных шелковых или шифоновых топов, которые тоже могут комбинироваться с вашими юбками, шортами и так далее, тому подобное. Также далее я советовала бы вам обратить внимание на что-то в пол. Что я имею в виду, юбку или платье? Как минимум одно возьмите с собой из соображений, если вам вдруг придется где-то, опять же, на экскурсиях, ну это если мы говорим просто о банальной практичности, надеть что-то, чтобы закрывало вам колени. Мне кажется, в жару плюс 30 с хвостиком градусов невыносимо ездить на экскурсию в каких-то бриджах или джинсах, или еще чем-то, поэтому у нас остаются юбки, чтобы у вас был комфорт, была прохлада, либо платье. То есть здесь уже на ваш вкус, что опять же по цвету, выбирайте что угодно яркое, красивое, чтобы веселило ваш глаз. Я брала с собой и длинную юбку, и длинное платье, даже не одно, просто мне как бы, я люблю выбор, чтобы мне было из чего выбрать. Я люблю наряжаться на отдыхе, очень люблю наряжаться, поэтому здесь у меня, конечно, выбор всегда должен быть большой. Ну и, конечно, платье. По количеству платьев, по своему опыту могу сказать, что я беру из расчета на каждый вечер отдельное платье. Как я только что сказала, я люблю наряжаться, менять наряды, мне это нравится, поэтому я здесь себя стараюсь не ограничивать в количестве одежды. Я беру то, чтобы мне нравилось каждый день меняться, каждый день быть в новом образе, в новой одежде какой-то. То есть количество платьев, которые вы возьмете с собой на пляжный отдых, зависит, наверное, от размера вашего чемодана и от вашей любви к переодеваниям. Если вам комфортно взять три платья, и этого будет вполне достаточно, ради бога. Ну, как бы здесь не знаю, чем можно руководствоваться, только вот вашим желанием тащить с собой лишнюю тяжесть. Мне не сложно, потому что я потом буду знать, что я буду рада надеть все это, все, что я с собой возьму. Поэтому выбирайте что-то легкое, летящее, комфортное, и возьмите длинное, возьмите что-нибудь короткое, из разных тканей. То есть поэкспериментируйте, дайте себе оторваться на отдыхе, пощеголять в разных красивых нарядах, чтобы вам-то доставило удовольствие, и было много потом красивых фотографий. Ну и переходим к аксессуарам и обуви. И по обуви, конечно же, как я уже сказала, это кеды какие-то, в которых вы прилетите, улетите, возможно, еще и куда-то пойдете гулять, например, пешие прогулки, чтобы ничего не натирало и так далее. И, естественно, мы берем минимум одну пару шлепанцев, именно вот сланцы, скажем так, не люблю это слово, честно говоря, но шлепки, в которых вы будете ходить до бассейна или до моря, либо просто прогуливаться там куда-то недалеко. Что-нибудь симпатичное в золотистой, либо серебристой гамме, можно черное, в общем, такие универсальные цвета, которые подойдут к любому наряду и, главное, к загорелым ногам. Также я бы посоветовала взять какие-то сандалии, то есть, чтобы это застегивалось у вас на ноге, в чем вам будет комфортно, где-то на экскурсии, например, чтобы это не слетело нигде и не потерялось и так далее и тому подобное. По цветам аналогично золото-серебро, телесный цвет, главное, чтобы было комфортно и можно было долго носить. И я бы советовала взять еще одну пару туфель на каблуке. Как истинная девушка, я считаю, что это необходимо даже на отдыхе, все-таки у вас может случиться ситуация так, что вы захотите вечером пойти куда-то, выйти в город, например, или в какой-то ресторан сходить. И лучше пусть у вас будет эта пара с собой, какая-то тоже универсальная под любой наряд, и вы сможете себе позволить выйти в полноценном вечернем образе, чем вы вдруг окажетесь в той ситуации, когда вам нечего обуть в приличный ресторан или куда-то просто на вечернюю прогулку, красивую там по набережной или еще что-нибудь такое. Кто-то может сказать, что это глупо брать туфли на пляжный отдых, но я так не считаю. Это лично мое мнение, я считаю, что девушка должна брать с собой туфли на каблуке, одну пару этого достаточно, просто на всякий случай. Это мое мнение, никого не заставляю соглашаться. Ну и по аксессуарам, которые уж точно обязательно должны быть с вами на солнечном пляжном отдыхе, это широкополая шляпа, чтобы спасаться от солнечных лучей, чтобы прятать лицо. Слишком не стоит его подставлять солнцу. И может быть даже плечи иногда припрятать можно под такой шляпой. Выбирайте что-то классическое, соломенное, можно плетеное, белое, белое с черным, песочного цвета. В общем, такая классика, которая всегда универсальна, ко всему подойдет. Сможете ее надеть и на пляж, и куда-то на долгую экскурсию под солнцем, чтобы вам было удобно и комфортно. И, конечно же, солнцезащитные очки. Я бы советовала брать минимум две пары на всякий случай, на смену, для того, чтобы у вас был какой-то выбор и разнообразие. По форме подбирайте то, что подойдет вам. Вот я могу показать несколько вариантов красивых классических оправ. Это Cat Eye, кошачий глаз, такие поднимающиеся уголочки. Конечно же, авиаторы, которые выпускают сейчас уже очень-очень многие бренды, не только Ray-Ban. Wi-Fi, ну и как бы дальше уже то, в чем вам комфортно. Я люблю очки в большой оправе, мне нравятся Wi-Fi. То есть здесь уже очень все индивидуально. Советовать что-то одно сложно, потому что то, что вам подойдет, зависит от вашей формы лица, от формы вашего лица. Поэтому смотрите, меряйте, экспериментируйте, выбирайте, возьмите, наверное, все-таки пару, действительно пар, чтобы было из чего выбрать. И мало ли что, чтобы у вас всегда была запасная. Вот, пожалуй, это и все, что я бы советовала вам взять с собой на пляжный отдых из одежды. Косметику я сюда специально сейчас не включаю, потому что, ну, во-первых, это отдельная тема, и она займет дополнительное время. А, во-вторых, если вам интересно это, то я могу рассказать с удовольствием, мне несложно, что я беру с собой в косметичку свою пляжную, отдыхательную, скажем так. Но лучше я бы это сделала в отдельном видео, чтобы не перегружать вас от информации в одно. Вот, всем спасибо большое за внимание, за просмотр этого видео. Если у вас есть какие-то вопросы или есть пожелания, о чем бы вы хотели, чтобы я сняла еще видео, там, по предметам гардероба и так далее, оставляйте запросы внизу, оставляйте ваши комментарии. Всех хочу поздравить с наступающей Пасхой, с замечательным светлым праздником, очень мною любимым. Всем хороших солнечных выходных, отдохните как следует, проведите его с друзьями, с семьей, с близкими вам людьми. Всем хорошего настроения, всем пока!